Любители Москвы, вы смотрите передачу Небо Москвы с обзором основных астрономических событий, которые произойдут на звёздном небе в следующем месяце. Завтра у нас наступает декабрь и, как обычно, в последний день месяца выходит астрономическая передача. Ну и в конце декабря, 22 числа, если быть точнее, будет зимнее солнцестояние. Ну и, короче говоря, после этого солнце пойдёт уже на весну и далее на лето. И, в общем, скажем так, день будет с каждым днём всё больше и больше увеличиваться. И самый такой мрак, он закончится. Уже в январе солнце будет довольно долго сиять. Ну и в целом оно уже будет такое яркое, хотя, конечно, ещё предстоит, наверное, довольно много морозов. Надеюсь, оно будет прибавляться. Так что ещё около месяца осталось такого мрака. Ну а дальше уже будет посветлее. Ну а луна у нас сейчас, как я вчера говорил, тоже постепенно она уменьшается. И это уменьшение продолжится до 13 декабря, когда наступит новолуние. Лугу видно не будет. Ну а дальше она снова начнёт увеличиваться вплоть до 27 декабря, когда будет полная луна, так же, как и 27 ноября была ещё совсем недавно. Ну а теперь вот она стала уменьшаться. Ну и среди таких главных астрономических событий выделю, конечно же, такой звездопад-гигант, который называется Геминиды. Это латинское название созвездия-близнецы, в котором он как раз будет находиться. Вот это созвездие. И вот здесь как раз, сейчас его хорошо уже видно, и вот в нём как раз будет находиться центр этого метеорного потока. Его рекомендуют к наблюдению в этом году по двум причинам. Ну, во-первых, он ожидается очень мощный, больше 100 метеоров в час можно будет увидеть. Это, конечно, огромное количество. Ну и кроме того, будет очень благоприятная погода. Дело в том, что Луну в это время будет вообще не видно. Это как раз будет Новолуния. Вот Новолуния будет 13-го, а максимум этого потока будет 14-го. И Луну, фактически, она мешать не будет. Но, что может помешать, это, конечно же, облачность. Вообще, надо сказать, что сейчас, казалось бы, такое очень благоприятное время для наблюдения за звёздами. Ну, как обычно зимой. Но, с другой стороны, часто нам мешает именно облачность. Особенно в декабре. В январе это уже чуть поменьше обычно бывает облачность. А вот в декабре это как раз один из самых облачных месяцев. Самый такой мрачный, самые короткие дни. Ну и заодно ещё, к тому же, и очень большая облачность. Ну и видите, постоянно идёт снег у нас. И как раз... А где снег, там облачность. Если снег есть, значит, понятно, что небо, естественно, затянуто облаками. Ну и кроме того, конечно, холодно. Хотя обычно, когда снег идёт, немножко потеплее. Но тогда и звёздного неба не видно. А когда небо видно, то бывает довольно холодно обычно. Ну, да, вот так вот. Так что, вроде бы, с одной стороны, казалось бы, можно звёздами наблюдать спокойно и долго. А с другой стороны, есть и мороз, есть и облачность. Но ещё есть второй метеорный поток. Но он всегда слабенький. Это Урсиды в созвездии Малая Медведица. Ну и, в принципе, казалось бы, этот Малый Медведица, вроде такой, околополюсное созвездие, да, его... А всегда обычно созвездия, которые ближе к зениту, их видно получше, чем которые ближе к горизонту. Ну, по понятным причинам, они, скажем так, не так сильно деформируются, не такая засвеченность. Вот. Дымка, как ещё говорят, да, у горизонта, который всегда присутствует. Вот. Но, с другой стороны, метеорный поток, он, во-первых, сам по себе слабый. Это от кометы Тутля. Метеорный поток, он всегда бывает слабеньким. Всего только примерно 10 метеоров в час. И то не всегда. Ну и, кроме того, ещё штука в том, что там будет полная Луна. То есть, я же говорю, что полная Луня будет 27 декабря. Ну, а максимум как раз этого потока Урси, да, он придётся тоже примерно где-то на 22-23 декабря. То есть, почти на полная Луня. Ну, и получится так, что как раз Луна всё будет засвечивать. Там и так-то мало падающих звёзд, так ещё и Луна будет мешать. Так что вот, если смотреть, то, конечно, поток Геминида в созвездии Близнецы. Что касается... Ну, созвездия вот видны, да. Орион хорошо, кстати, виден. Близнецы вот тоже будут видны. Так что вот, кстати, на Близнецы ориентируйся вот по этим трёхозвёздам Ориона очень легко. И прямо над ними вот как раз Близнецы будут. Вот. Ну, также Возничий, Персей. Хорошая тоже видимость. Ну, эти уже менее хорошие. Лев тоже вот ещё неплохо виден. Ну, и далее там уже около полюсной. Это, естественно, там Большая Малая Медведица, Кассиопея. Но это уже там наверху. Вот. Это хороший созвездий для наблюдений сейчас. Что касается планет, то Меркурий и Марс не видны. Вот. Причём Марс с лета не виден. Ну, а Меркурий в декабре вот плохо будет. Ну, нет, просто не видно фактически будет. Ну, или уж совсем плохо, поэтому можно особо не искать. Сатурн виден, но низко над южным горизонтом. Вечером можно посмотреть. Там он плюс 1М и плюс довольно низко, поэтому видно будет плохо. А вот что хорошо, так это Венера и Юпитер. И причём Венера утром минус 4М, а Юпитер вечером и ночью минус 3М. Я когда вот иду после работы домой, я вот, ну, когда небо ясное, я вот смотрю и Юпитер вижу над домами. Ну, он ещё такой низковатый, а потом он уже ночью чуть-чуть выше поднимается и просто господствует на ночном звёздном небе. А потом уже ему в пару составляет и Венера. Она тоже ночью появляется, и особенно хорошо её видно утром. Вот. Такие вот две планеты очень яркие. Что касается созвездия Гидры, оно вот только что недавно как раз стало восходить. Его всегда плохо видно, потому что это созвездие, оно уже такого низко над горизонтом, оно всегда находится. Это первое, оно больше такого южного полушария. Ещё называют его морская змея. А во-вторых, потому что в нём одни слабенькие звёзды. То есть там самая яркая звезда, вот эта Альфа-Альфа-Гидра, она составляет всего плюс 2М. Ну, для человеческого глаза, конечно, 2М это видно, но не так-то легко найти эту звезду. К тому же созвездие довольно неприметное. Вот. Оно считается самым большим созвездием нашего неба, из 88 созвездий. Огромное. Ну, даже видно, да, визуально. Видите, какое здоровенное большое созвездие. Но штука в том, что там все слабенькие звёздочки. То есть считается, что можно небуржённым глазом найти 130 звёзд. Ну, знаете, во-первых, вряд ли найдёшь даже 130. Даже при идеальных условиях. А уж на широте Москвы, я думаю, что даже Альфард. И то будет сложно найти, потому что засветка большая. Ну, остальные звёзды ещё слабее. То есть там где-то третья, четвёртая величина, где-то около 15 звёзд. Ну, остальные там и совсем слабые. То есть пятой, шестой величины. Их много там звёзд, но их и фактически не видно. Ну, само созвездие Гидры, знаете, наверное, да, из греческой мифологии миф, да, что это Гидра, некое такое морское чудовище, которое ещё морская змея, женская, да, ещё женская водная змея ещё она называет. Ну, и морская змея. Вот. Ну, змея, женщина, женского рода, поэтому вот. Ну, значит, вот. И она, значит, там испепеляла все окрестности, там, Греция, в одном из городов там. И вот, значит, с ней вызвался, боролся Геракл, который, в общем, пытался её всячески поразить, там, потом голову отрубал. А у него было 9 голов и одна ещё бессмертная голова. И он, короче, одну голову отрубал, а там новые вырастали. И, короче, так он с ней долго боролся. Потом он помог ему некий, там, возничий, там, да, который, значит, стал прижигать эти головы, которые он отрубал, этот Геракл. Ну, и в итоге, значит, он всё-таки смог отрубить одну голову, которая бессмертная. Ну, и после этого, хоть она и бессмертная была, но почему-то после этого, после отрубания этой головы Гидра умерла. В общем, он её там похоронил. И, короче говоря, ну, и сам потом умер, потому что он, как бы, свои стрелы окунул в её ядовитую кровь. У неё даже кровь была ядовитая. Ну, короче говоря, и в итоге сам погиб. И змею убил, сам погиб. Ну, и чтобы как-то вековечить память об этой вот такой змее, страшной Гидре, её, значит, поместили на небо в виде созвездия. Ну, созвездие так себе, конечно, получилось. Но в нём есть, ну, в том плане, что, конечно, оно, так сказать, слабенько, да, слабо его видно. И в нём уж не так много каких-то интересных достопримечательностей. Ну, единственное, что там, я считаю, что там есть звёздные скопления, но оно видно на пределе человеческих возможностей, плюс 5,5 М, по каталогу Месье, знаменитого астронома, который составил каталог тумана, связанных с скоплением. Вот, значит, и считается, что этот вот, ну, скопление вот этого Шарля Месье, 18 века астроном, да, по номерам 48 оно идёт. И, ну, и скопление на пределе зрения, ну, опять, плюс 5 М, то есть это фактически не видно, да, невооружённые глаза. Но в бинокль что-то немножко, ну, конечно, видно получше. Вот, ну, остальные туманности ещё меньше. Там есть туманность М-68, тоже из каталога Месье, вот. Ну, там плюс 10 М почти, да, то есть, видимо, там даже, в принципе, подзорную трубу, там даже небольшой телескоп, этого можно видеть небольшую только туманную точку светлую, вот и всё. А ещё есть вот в Месье, ну, это тоже такая слабая, такая галактика южного вертящегося колеса, ещё называют вертушка. Но она очень красивая, вот так она выглядит. Но сами понимаете, что это видно, конечно, в огромные телескопы, в обсерваториях. И вот сделали такую фотографию. И то даже в самых крупных телескопах только вот так вот можно увидеть. То есть, внутрь туда не проникнешь. Просто она очень красивая. Видите, какую сделали фотографию. И она такая, весь с красноватыми звёздочками разноцветными. Там спиралька, видна такая, спиральная туманность. Вот, она отстоит от нас, конечно, на какое-то огромное количество. 14 миллионов световых лет. Ну, это просто нереально при себе представить. Просто человеческий разум, он отказывается это понимать. Какие-то какие-то огромные расстояния. Ну, равно, как, в принципе, и другие туманности. Поэтому понятно, что там все эти тайны галактика, туманности, конечно, никто никогда не разгадает. Это нереально сделать. Даже в огромные телескопы можно только лишь к ним приблизиться, чуть-чуть увидеть. Вот, как бы так вот, какие-то красивые такие вот цвета разные. Разноцветные звёзды там. Всякие разные, которые их составляют. Ну, собственно, видите, спиральки такие вот видны. Ну, в общем-то, и всё. Вот, поэтому, так что видеть её невозможно, конечно, невооружённым глазом только в телескопы. И то, и то, и то. Вот. Ну, красиво, конечно, да. Фотография красивая. Ну, в общем-то и всё. Больше в Гидре так особо ничего интересного нет. То есть, в принципе, вот такие вот... Можете поискать эту звезду, если вдруг захочется. Ну, и если есть бинокль, то можете ещё попытаться найти некоторые туманности, да, вот галактику. Вот. Но не в таком, конечно, виде так не получится. Вот. Ну, ещё, кстати, сейчас Млечный Путь неплохо виден. Млечный Путь неплохо виден.